репза здорово с вами я снова и пока ваше внимание еще здесь я сделаю все свои вот эти блогерские темные делишки и расскажу вам напомню что у меня есть бусти страничка став подписчиком которой вы можете уже получить там кучу разного эксклюзивного контента там действительно уже много чего накопилось а если вы станете спонсором вы не только меня на самом деле очень сильно поддержите но и получите еще больше разного рода постов роликов и материалов которые я очень старательно на самом деле и очень так с душой туда выкладываю вообще мне очень нравится какая получается у меня страничка на бусте поэтому переходите ссылка в описании если вам понравится то что происходит подписывайтесь а если вам вообще в целом нравится все что я делаю вы хотите меня поддержать еще не только своими лайками репостами и добрыми словами как водится то вообще бусти вам сам бог велел посетить в общем посещайте я буду вам крайне благодарен за вашу поддержку а мы начнем вместо распаковки уже я не знаю как бы пятый шестой выпуск уже сбился со счету да в общем то и не важно главное что в этом выпуске как и в предыдущем как и в предыдущих будет много ваших подарков очень много и на этот раз это будут подарки которые вы мне сделали на нашей летней сходке но по и но гейм сходки тире ярмарки которые мы проводили вместе со станиславом андреевичем вы туда пришли и действительно тоже сделали мне массу подарков вот я смотрю на них у меня здесь лежит такая существенная кучка поэтому сегодня будет много чего интересного да я знаю что видео выходит ну прошло очень много времени да ну вот так она получается ничего страшного у подарков срока годности нету к счастью все они такие лежать могут долго дожидаться своего часа когда я сниму это видео и покажу что же вы подарили но для начала все-таки давайте я начну не с подарков а начну с того что я сам себе покупал в этот период примерно ну такой летние зимние уже до середина лета осень и вот уже началась зима вот в этот период я себе тоже что-то покупал что-то я конечно уже ставил на полке и забыл но немного я думаю что упустила немного потому что не так уж и много я себе в этот период что-то покупал в общем давайте с этого и начнем а потом уже перейдем собственно к вашим подарком которые и являются главными виновниками этого самого видео и я не знал с какой игры начать но потом посмотрел на эту красивую коробку на ее цвета и подумал почему бы нет и первой игрой станет у нас сегодня kingdom come deliverance как заверяет википедия это у нас масштабная ролевая игра действия которой происходит 14 веке но мне честно говоря не особо вообще интересно что там говорит это википедия я и сам когда посмотрел впервые геймплей этой игры понял что она мне как минимум интересно тут нас настоящая средневековье без магии и драконов суровая как полагается и при этом все это подано очень даже симпатично в плане визуала так почему бы мне эту игру себе и не купить видимо решил тогда я достался она не за 1000 рублей нашел объявление на авито и особенно рад тому что это вот такой красивый стилбук и он уже собственно говоря второй в моей коллекции точно такой стилбук только без рукава и игры я уже однажды находил в городе владимир об этом даже есть ролик на бусте отдельный но вот сейчас я нашел еще и полный комплект что повторюсь радует еще летом я ездил на барахолку о чем кстати тоже есть ролик на бусте и там я тоже немножечко пополнился и в том числе нашел пару игр для psp которые кстати как консоль мне очень нравится ну вот я имею ввиду именно как консоль для коллекционирования мне очень нравится находить что-нибудь интересное для psp и вот этот день с этой поездкой на барахолку не стал исключением кое-что нашел одна из игр которая была мной куплена в тот день это потопон 2 ритмическая игра очень веселая с необычным визуалом и при этом эксклюзив что делает ее еще чуть более интересной для меня и теперь я ищу для себя первую и третью части этой серии которые есть на psp но не то чтобы час попадаются до более менее часто их можно найти в издании сэншел но вот в оригинале такие средней редкости уже можно сказать игрушки и еще одна игрушка который я пополнил свою псп коллекцию это крэш повелитель мутантов и тут причины максимально понятно это культовый персонаж симпатия которому тянется еще с моей юности когда я с удовольствием играл в первой части серии на ps1 и вот теперь имею возможность погонять еще этого бандикута по просторам уровней которые были сделаны для консоли и спи тем более еще у меня до этого была игра крэш битву титанов поэтому я стал чуть ближе к сбору полного сета игр про крэша на psp теперь еще не хватает каких там гонок которые типа марио карта по моему который тоже выходили на этой платформе и все крэши будут у меня уже в сборе еще у меня аж самого начала тех самых очень неблагоприятных событий которые начались у нас феврале лежала посылка лежали несколько игр на почтой комнат точнее парочка да и я не знал на самом деле стоит их доставлять в россию или не стоит но как оказалось почта и ком в общем то несмотря ни на что продолжают работать и как посредники выполняют все свои обязательства и я себе их отправил они мне через какое-то время пришли без каких-либо проблем и вообще в целом вы знаете я даже после этого уже что-то покупал через почты ком используя как посредников и могу сказать вам если вам нужен надежный помощник в покупках чего-либо из сша вы запросто можете обращаться к почты ком я проверил это на себе ссылка будет в описании это моя реферальная ссылка если что вы можете переходить регистрироваться и пожалуйста пользуйтесь проверено почтой ком до сих пор работает все в порядке так вот я заказывал на лимит от ран и вот такие две красоты мне пришли это сборника сливания collection для ps4 в которой входит сразу 8 игр это великой серии это и первые три к сливании на нес и супер к сливании 4 для снэс к сливания bloodlines для sega genesis к сливания belmont revenge и к сливании adventure для классического геймбоя и кит дракула который является спин оффом серии и выходила на фами коми все эти игры были пройдены мной на стримах и это было скажу я вам нелегко я справился и понял насколько же действительно крутая и мощная эта серия игр буквально каждая из них действительно выше всяких похвал если вас не пугают трудности то я настоятельно рекомендую вам поиграть во все эти игры они того стоят еще один диск это тоже сборник и на этот раз это игры зомби съели моих соседей и goal patrol то есть вторая часть серии которая свое время выходила эксклюзивно для snes в зомби съели моих соседей я играл еще в детстве и причем довольно много раз всегда мне нравилась эта игра но вот проходить ее не уверен что это дел все-таки 50 или что-то около того уровней сами понимаете осилить непросто а вот в goal patrol я никогда не играл говорят она гораздо более сбалансированная чем первая часть и может когда-то я ее и запущу и вот и посмотрим наверное вместе с вами на стриме действительно ли она лучше предшественника обе игры как водится пришли вместе с коллекционными карточками у каждой из которых есть свой уникальный номер а к изданию про зомби еще в комплекте прилагать вот такие анаглифные очки не знаю зачем в игре вроде бы поддержки этого режима нет но наверное таким образом издатели решили сделать отсылку главным герой игры который тоже носил какие-то такие похожие очки довольно часто источником пополнения моей коллекции являются такие магазины как комиссионки из кубки и вот как-то я проезжал мимо одной из кубки туда заскочил и там еще тоже кое-чего прикупил это была игра metal gear solid 5 в издании definitive experience тут если видите на диске содержится сразу и сама игра за phantom pain это что выходило перед ней как что-то дополнительно или приквел не знаю как назвать ground zero честно говоря я не играл ни в ту ни в другую но не могу сказать что мне это не интересно да из metal gear of я проходил только самую первую часть на ps1 и считаю эту игру шедевром но возможно когда-то я доберусь и до пятой части тем более теперь она у меня есть самым полном своем виде включая все дополнения и прочую мишуру в любом случае как экземпляр на полку я считаю очень даже достойно получилось как-то так зацепить за тысячу по моему рублей если не ошибаюсь ну и закончу я рассказ про собственные покупки наверное парой игр для ps5 которая сейчас у меня очень желанная как консоль для пополнения коллекции но и одновременно она является наверно одной из самых дорогих потому что мы сами понимаете игры для нее стоит сейчас дорого дороже только наверное nintendo switch поэтому пополняюсь по чуть-чуть но всегда очень доволен любым пополнением и да я всегда прям радуюсь каждому новому диску для пятой плойки даже например такому как балан wonder world до дичь до говорят игра мягко говоря не очень но зато посмотрите какая красивая обложка и даже внутри есть арт что вообще не часто встречается я не знаю сколько бы мнений я не слышал о том что игра так себе меня когда я увидел геймплей игра чем-то зацепила я люблю такие красочные экшен платформеры люблю сказочные и яркие игры и мне пожалуй кроме дизайна персонажей на первый взгляд ничего глаза и не режет да вряд ли мой интерес поймут фанаты самых громких три пола и проектов я как не гонюсь за всем этим и поэтому спокойно могу смотреть в сторону вот таких игр потому что иногда среди них попадаются настоящие шедевры думаю балан wonder world все-таки не из них но может и не такая плохая надо бы все-таки попробовать и вторая игра купленная мной для ps5 это плактейл и вот про нее напротив я слышал кучу хвалебных отзывов хотя для меня ее не надо было бы и хвалить она мне опять же интересно сама по себе хотя бы просто сеттингом опять что средневековье плюс к нему прибавляется ужасное время разгула чумы в европе и плюс тут у нас насколько я знаю очень хорошая рассказанная история которая вряд ли кого-то может оставить равнодушным я обязательно в нее поиграю и вторую часть тоже когда куплю себе и надеюсь не разочарусь как-то возлагаю на игру большие надежды в плане эмоций и игрового опыта а вот оправдаются ли они это мы посмотрим в общем пополнение на пару игр для ps5 я для меня прям радость я действительно радуюсь этому как ребенок и еще я обрадовался как ребенок когда осенью вышел новый неожиданно новый номер журнала дэнди новая реальность юбилейное издание и разумеется я теперь тоже обладатель этого журнала и на самом деле я даже купил несколько экземпляров в качестве подарков и один получил как авторский так как сам принял участие в его создании хоть и довольно скромная вот тут есть статья об игре little samson за авторством некого евгения пряхина вообще журнал классный невероятно красивый с очень качественной полиграфии видно что на этом не экономили и читая его прям погружаешься в атмосферу беззаботности и уютного тепла старые рубрики на месте тут и картинная галерея и нет проблем ну и обзоры игр конечно же некоторые из которых выполнены старыми авторами журнала хорошо вам известными а некоторые хорошо вам известными видеоблогерами тут и паша киноман и коля пиксель дэвил и дим моисеев и саша правдин и многие многие другие всю эту движуху сделали парни с канала консольный патруль кстати и за это им ну просто респект космических размеров я очень надеюсь что они на этом не остановятся и журнал будет выходить и дальше а этот номер если я не ошибаюсь почти раскуплен осталось совсем немного так что если вы хотите такой поспешите ссылку на ребят оставлю и пусть уже скорее этот тираж закончится и они будут отлично замотивированы на новый следующий номер а теперь давайте переходить к наиболее приятной части нашего сегодняшнего видео к вашим подаркам потому что именно они и являются виновниками нашей сегодняшней вечеринке и я сейчас снова смогу все рассмотреть снова смогу вспомнить как это было вспомнить какие подарки вы мне дарили и рассказать вам о том какие эмоции я испытываю по поводу всего этого и давайте начнем вот с этого вот например многие ли из вас видели вот такую игру на ps3 уверен что нет эту игру как и еще одну мне подарил антон зритель канала и просто отличный парень антон привет тебе большой и в общем то знаете что это за игрушка это сетевая игра по вселенной властелина колец и я даже не уверен работает ли она сейчас остались ли живы и и сервера и можно ли вообще ее запустить тем более что без ps100 сделать это и не получится потому что внутри попросту нет диска она продавалась именно в таком виде я сейчас ее даже для вас открою чтобы вы убедились что внутри у нас только код на скачивание и никакого носителя но это чисто такая коллекционерская тема издание есть обложка есть бокс есть а значит почему бы не взять и не поставить его себе на полку как надо ставить на полку и вот такую красоту которую тоже подарил мне антон видали что это crusaders но у реморс легендарная можно сказать игра свое время на ps1 мне довелось поиграть в нее совсем немного и тогда она показалась простенькой так как от консоли хотелось больше 3d больше эффектов и всего такого но сейчас глядя на игру я понимаю что она очень круто и я бы с удовольствием не и поиграл особенно конечно великолепно в этой игре музыка я и сам частенько ставлю саундтрек из нее в своих роликах уж очень бодро он всегда звучит но на ps1 у меня этой игры сейчас нет зато вот появилась на sega saturn и хоть консоли у меня нет запустить игру неначем но это первый мой диск для сеги saturn в коллекции и сразу такая мощная игра и теперь получается на sega saturn тоже надо будет что-то еще приобрести не стоит же этой игре на полочке в одиночестве кстати посоветуйте что вообще обязательно должно быть в коллекции для этой консоли на ваш взгляд антон бро спасибо тебе еще раз за такую красоту спасибо за то что смотришь за всю твою поддержку и спасибо за то что ты волей-неволей но открыл еще одно может сказать направлению в моем коллекционирование это сега saturn не знаю сколько часто она будет пополняться но по крайней мере следующее приобретение уже встанет в один ряд с игрой crusaders no remorse ну а теперь давайте перейдем к уйме разного рода вещиц которые связаны между собой тем что все они были подарены вот именно на той самой нашей сходке ярмарки но по и но гейм про который я говорил в начале все это действительно будут ваши подарки кроме разве что одного картриджа для геймбой это кит и карус такая вот игра для оригинального черно-белого геймбоя довольно известная аркада вот в таком вот карманном формате я на самом деле успел даже в нее немного поиграть прямо на оригинальном геймбои и могу сказать что игра довольно приятная во всех отношениях я когда поставлю модифицированный экран на один из своих геймбоев и смогу играть в него не ломая глаза обязательно попробую эту игру пройти но согласитесь просто ламповая милота со своей атмосферой а вот что касается подарков там сильно столько всего но давайте начнем все-таки с не игр а с других не менее любопытных вещей вот например игорек уже не первый раз не слабо так прокачал мои стримы подарив мне и новую камеру и еще один геймпад кстати ту камеру с помощью которой я веду стримы сейчас мне тоже дарил игорек как и пару геймпадов на которых я играю и вот опять он порадовал меня штуками которые очень мне будут помогать стримить и дальше правда вот самого и горько я давно на стримах не видел игорек бро не знаю смотришь ты или нет но если смотришь еще раз огромное тебе спасибо за твою прокачку моих стримов ты действительно не только мне приносишь удовольствие тем что я сижу и играю получаю кайф от старых игрушек на своих стримах да но и еще масса людей которые приходят их смотреть тоже получают от них удовольствие в общем благодаря тебе все это происходит поэтому игорек еще раз огромное тебе спасибо и надеюсь что обязательно скоро увидимся а еще если вы бываете на стримах то наверняка знаете уже тоже таких легендарных людей как алкаши из зосимовки с которыми мы тоже познакомились на сходке ярмарке но по и ногеем и вот такую невероятную красоту притащили мне в подарок эти ребята блин а кенташан это великолепные виски до алкоголь это плохо если что пить его не стоит но лично я люблю виски в умеренных количествах и вот этот виски прям напиток богов приятный мягкий ароматный и вот тут мне даже пацаны написали что этот подарок от них спасибо вам дорогие алкаши из зосимовки спасибо за такой подарок буду отдыхать и вспоминать вас исключительно добрым словом идем дальше по не игровым подарком и тоже знакомый многим по комментариям и стримам человек кирик ли подарил мне следующую вещицу это футболка охотники за привидение красивая черненькая с бесподобным зефирным человеком на принте футболка кстати на ощупь очень качественная да и принт не похож что быстро сотрется выглядит очень здорово буду ждать лето чтобы щеголять кирик спасибо тебе дорогой человек охотники и это конечно наше все невероятно приятный и полезный подарок а еще говорят что самый лучший подарок это книга книг я тоже получил от вас в этот день немало и например андрей уточкин которого тоже наверняка уже все знаете давно который является таким старожилом канала он подарил мне две книги одну своего собственного сочинения но с ней к сожалению приключилась такая история что я не могу вам сегодня ее показать но обязательно сделаю как-нибудь потом книга который написал андрей сам это такая но она была небольшая до сам из дат он подарил два экземпляра один мне один андреевичу и мы перепутали наши экземпляры и я забрал у андреевича тот который был подписан андреем ему а он забрал мой и я решил отвезти ему его ну недавно ездил на стрим и взял свой экземпляр точнее экземпляра андреевича чтобы отдать ему его экземпляр и забрать свой подписанный мне и получилось так что его экземпляры и андреевичу отдал а свой забрать обратно забыл и вот сейчас андреевич лежит два экземпляра но я обязательно заберу попозже а вот вторая книга который подарил мне андрея уточкин это книга резидент ивл обитель зла игровой индустрии и это как я понял история серии резидент ивл написанная как тут сказано на обороте большим фанатам этой серии и я вообще-то и сам большой почитатель обитель зла поэтому книга мне безусловно интересно спасибо тебе андрей огромнейший еще раз жму твою руку за всю твою помощь ты крут еще из печатной продукции я получил парочку вот таких вот книг от зрителя димы который не только в общем-то зритель но еще в этот день он должен был быть продавцом на нашей ярмарке но случилось так что он очень сильно опоздал он забронировал столик но очень сильно опоздал и приехал практически концу мероприятия а он должен был выставить в общем-то очень много подобной литературы у себя но к сожалению не успел и вот мне он подарил две вот таких вот книги из серии тех самых секретов паролей и кодов которые были в 90 в конце 90 начал нулевых если помните такие книжки и вот тут у меня крутые печатные раритеты это вот такая книжка 750 игр для дэнди тут у нас секреты паролей и вот это все что в детстве не давал покоя и сейчас я к таким книжкам вообще отношусь очень с большим теплом и всегда с удовольствием беру если подворачивается что-то подобное вот и дим пополнил меня немного классной литературкой но вот самый топ это конечно вот эта книжка 90 игр для 3do тоже годы и описание все все в этом духе я 3do испытываю очень нежные чувства поэтому и книжка такая тоже очень уж и радует спасибо дим большое надеюсь на следующей ярмарке увидимся вновь и ты уже не опоздаешь и все пройдет гладко но самую большую и увесистую книгу в этот день не подарил андрей анечкин который не только нам очень сильно помог вообще в разных организационных моментах в этот день но еще и предоставил одну из таких книг в качестве приза для турнира по тэккену который у нас проходил на нашем мероприятии и это тот самый теперь уже действительно становящийся раритетным потому что копии осталось мало альманах советских и российских комиксов которые выходили с 1950 года по 2000 представляете какая огромная работа тут была проделана тут вы найдете информацию обо всех комиксах которые вы хотели за 50 лет на территории бывшего советского союза это огромный класс нашей культурной истории задокументированы благодаря андрею а он является между прочим одним из авторов этой книги и задокументирована это все в такой красивейшей форме невероятно крутая книга и андрею респект что сделал такое огромнейшее дело давайте я сейчас открою и покажу хотя бы несколько страниц ну вот так вот выглядит этот альманах без пресловутой пленки на обложке выборочная лакировка красота кстати то же самое было и с номером журнала ювелейным журнала дэнди и внутри у нас информация об авторах в общем-то информация о самом андрея информация о втором авторе которого зовут владимир вот это их обращение к читателям этой книги я обязательно потом прочитаю и здесь есть такая вот заметка как пользоваться альманахом но честно говоря пока я не буду особо вдаваться в подробности как же им пользоваться а вот давайте бегло просто покажу вам что содержится внутри чтобы вы уже сами решили нужен вам такой альманах или нет по-моему вещь очень крутая и я кстати сразу же вижу что я не знал что когда-то у нас выходил комикс конан вот такой вот выходил он в 1990 и звездочка неизвестно каком году но тем не менее он выходил ну сейчас это уже получается что он выходил в стране украина в городе киев но тем не менее российские и советские комиксы да тут имеется ввиду бывшая ссср в том числе эльф квест такой комикс я помню точнее я его не читал но помню что была реклама этого комикса том и джерри я думаю читали все но по крайней мере все кто рос 90 и так или иначе сталкивались с этими комиксами есть комиксы вова знаменитый комикс бамси думаю бамси тоже встречался всем кто 90 здесь на самом деле огромное количество информации я думаю что всю книгу конечно вот так вот мы с вами не посмотрим давайте я быстро перелистаю и ну может быть наткнусь на что-то что мне более-менее хотя бы знакомо о чем у меня есть что сказать вот вот что я очень хочу себе вот такой комикс бэтмен и робин если очень хочу хоть этот фильм я очень не люблю но комикс я очень хочу потому что у меня есть вот такой бэтмен навсегда про него даже есть ролик на канале один из очень старых роликов посмотрите по моему он неплохой из цикла уже на полке вот такой вот комикс здесь смотреть даже стоимость написано стоимость такого комикса тысячи рублей стоимость такого комикса 1500 рублей если кто-то продает вот такой комик за тысячи пятьсот рублей Пожалуйста, свяжитесь со мной, я обязательно его у вас куплю, потому что хочу себе для коллекции, чтобы вот эти два комикса от издательства «Эггмонд» были у меня в коллекции. Вот такой комикс Илья Муромец у меня был. На самом деле, к сожалению, сейчас он утерян. Стоимость написана тысяча рублей. Если я его увижу, то я, наверное, себе его приобрету. Опять я его очень любил. И примечательный для меня еще этот комикс тем, что с него я срисовал одну или две картинки для своего комикса по Golden Ex, про который я писал у себя подробно, и я выкладывал сканы этого комикса, который я рисовал в детстве. Я выкладывал сканы на Бусти, и вот, в общем-то, из этого комикса я для своего комикса, в то время, во времена юности своей художественной, так сказать, ну, стырил парочку картинок. Ну, перерисовал их, немножко адаптировал под тот комикс, который рисовал я. В общем, Илья Муромец помнит такой комикс, надо бы тоже себе его найти. Что-то такое прям из детства. Вот, смотрите, какой любопытный экземпляр. Написано, что стоимость такого комикса 15 тысяч рублей. Эмикки Маус встречается с нашим олимпийским мишкой. Это было издание 88-го года. Так сказать, оттепель, да, от наших отношений с Западом. И вот, пожалуйста, официальная книжка, которая распространялась для детей, да, которая несла, так сказать, такой символ дружбы нашего государства с государством Западным. То, о чем сейчас как-то даже и говорить не принято, да. Вот. А тогда, в 88-м году, смотрите, насколько позитивно, в позитивную сторону двигалась литература, когда наш прекрасный олимпийский мишка мог встретиться с не менее прекрасным Микки Маусом, как персонажем. И они действительно там что-то дружили, что-то делали. У них были какие-то свои приключения. По-моему, это прекрасно. И здесь написано, цена 15 тысяч рублей. Но, на мой взгляд, конечно, дружба, дружба между странами, между государством, между культурами. Это не оценивается никакими деньгами, это совершенно бесценно. Вот эти комиксы я себе очень хочу. Индиана Джонс, Гром на Востоке и Индиана Джонс, Судьба Атлантиды выходили. Вот такие комиксы. Да, они недорогие, они достаточно распространенные, но вот до сих пор как-то... Ну, этим же надо заняться, собрать все эти номера, да. Ну, у одного продавца, у второго, у третьего, со всеми найти. Все найти, со всеми договориться. Как-то заняться пересылкой, вот это все. Этим надо заняться, я вообще не могу этим заняться. Хотя, на самом деле, надо бы это сделать, потому что, действительно, я себе очень хочу. У меня были когда-то эти комиксы Индиан Джонс, но я их, как и многие, я думаю, подарил, отдал кому-то. И даже не помню, кому и куда они делись, и сейчас об этом жалею. Вот с удовольствием бы я Индиана Джонс, как и комиксы по Юрскому парку, которые тоже выходили, я бы их себе в коллекцию опять восстановил бы и радовался тому, что они у меня есть. Но, к сожалению, сейчас нет ни одного номера. Вот те самые комиксы парк Юрского периода, о которых я говорил, которые я бы тоже себе сейчас очень хотел бы, но, увы, тоже их когда-то в свое время отдал, раздал, подарил и все. И больше у меня их нету, вот, видите, вот они. И выходили еще комиксы Раптор, по-моему, тоже из этой серии, тоже бы с удовольствием их себя заимел, но, увы, нету ничего, уже нету. И прямо вот сейчас смотрю, и, знаете, сердце крови обливается, думаешь, господи, зачем, зачем я их отдал, зачем, вот они, вот комиксы Раптор. Не помню, сколько их было номеров, тут указано два номера, но, может быть, были еще. Вот, вот это вот, это вот прям моя любовь навсегда, это комиксы Тарзан. Я вот как раз по ним в свое время заморочился, у меня тоже они были в детстве, я что-то потерял, какие-то номера, какие-то номера остались, я потом докупал остальные, искал их там на Авито, еще где-то, но собрал их все. У меня тоже есть ролик по этим комиксам на канале, тоже один из таких старых роликов, один из первых. Отлистайте, посмотрите, мне очень нравится, на самом деле, как получился у меня этот ролик. Я его сделал, скорее, вот именно в память о этом комиксе, чтобы, так сказать, ну, помимо того, что он есть теперь в этой книге, он еще был зафиксирован и на видео, и кто-то, кто интересуется этой темой, мог в том числе и наткнуться на этот ролик и посмотреть о прекрасном комиксе Тарзан видеоролик. Если не смотрели, посмотрите, мне будет приятно. Утиные истории, конечно же, как без утиных историй, и комикс Фантом, который тоже у меня был один номер, но, увы, я его вместе с Юрским парком, вместе с Индианой Джонсом все отдал. Вот у меня было такое вот, ну, нет, у меня было два номера, у меня был вот такой номер и вот такой номер. Увы, не осталось ничего. Опять же, черепашки-ниндзя, которые я тоже все отдал. Все отдал. У меня было номеров, наверное, 10, хотя их выходило, вот смотрите, сколько. У меня было номеров 10, все отдал, обо всем теперь плачу. Просто ужас какой-то. Зачем я это сделал? Вот такая вот книжка, прекрасная книжка. Андрей, спасибо огромное тебе за такой подарок. Просто шикарная книга, шикарная проделана работа. Спасибо и за эту работу в том числе. Спасибо, что эти комиксы хотя бы вот, ну, в таком виде, да, хотя бы их обложки, какая-то информация о них как-то каталогизирована и собрана вот в таком издании. И информация о них уже, ну, этой информации уже будет сложнее потеряться, потому что есть вот такая книга. Ссылку на группу Андрея я тоже оставлю в описании. Вы сами все видели. Книга просто великолепная. Если вы решите, что вам нужен такой экземпляр, переходите, заказывайте, покупайте, потому что, насколько я знаю, не так уж и много их осталось. А еще Андрей подарил мне вот такой журнал, за что тоже огромное тебе спасибо, Андрей. Видео Аз Премьер номер 6, и вы его уже могли видеть на канале в ролике про дописки на видеокассетах. И, кстати, что касается того самого ролика, который сейчас на данный момент является последним роликом про видеокассеты на канале, то его появление это было благодаря Диме Дипи Рамону, который привез мне 4 из 5 кассет для этого выпуска и подарил мне тоже их на сходке. То есть, Дима, благодаря тебе, можно сказать, на канале появился вот такой достаточно интересный, как мне кажется, видос. Спасибо тебе большое. И еще до кучи Дима подарил мне вот такие две кассетки. Это классный боевичок на гребне волны, кассета от Премьер Видеофильм. И это вот такая крутая кассета от видеосервиса в боксе с невероятно теплым и ламповым фильмом, который я люблю с детства. Тернер и Хуч. Молодой Том Хэнкс, огромный пес. Тут и боевичок, и детектив, и комедия. В общем, посмотрите, если не смотрели. Фильм прекрасен. Спасибо, Дим. И раз речь взошла про видео, то давайте покажу вам еще кое-что на эту тему. Вот зритель канала Саша Лилюхин подарил мне вот такую лицензионную анимешку на DVD. Я не знаю, что это, но название шикарное. Гена Сайбер. Что может быть более многообещающим. Ну, на самом деле, кроме шуток, гляньте. Круто же выглядит. Эти космические арты на обложке просто бомба. Сейчас вместе с вами посмотрю маленький фрагмент из этого аниме, чтобы хотя бы быть в курсе. Спасибо, Саш. Еще Транслейтер подарил мне вот такой анимешный аудиодиск. Он тоже лицензионный, очень красивый. Прям такая милая девочка анимешная на обложке. Заглядение. Но я без понятия, что это. Вообще. Если вы обладаете информацией, напишите. Буду благодарен, как благодарен и Транслейтеру за подарок. Одна только обложка тут чего стоит. Очень радует глаз. А вот мой тезка и зритель канала Евгений подарил мне вот такой классный брелочек. Гляньте, какая приятная вещь. Такие штучки всегда очень приятны для увлекающихся людей. И я не исключение. Геймпадов от Нинтендо много не бывает. Готов носить их везде. Спасибо, Жень. Ну и теперь давайте перейдем к вашим подаркам, которые являются играми. Потому что, в общем, без игр вы меня тоже не оставили. И вот, например, следующий из них. Это всеми нами любимая Дэнди. И два картриджа для нее. Один из которых это Ghostbusters 2. И я так понимаю, что это великолепная нью Ghostbusters 2, которую я всем сердцем люблю. И однажды даже проходил на стриме. По крайней мере, я надеюсь, что это она. А если даже не она, если это просто Ghostbusters 2, то все равно рад, потому что не уверен, что она у меня вообще была в коллекции. И еще это вот такая игра Infiltrator, которую я вообще раньше никогда не встречал на картриджах. Да и вообще услышал об этой игре впервые. Это у нас симулятор, точнее авиасимулятор, а еще точнее симулятор пилота-вертолета. Причем от первого лица. Очень любопытная игра и очень здорово вот так, когда знаешь уже, казалось бы, ну очень много о 8-битных играх открывать для себя что-то новое. Эти два картриджа мне подарил тоже многим уже знакомый давно по стримам и комментариям Алексей Ильяшевич. За что Алексею спасибо большое и спасибо за то, что ты немножко расширил горизонт моих познаний. Действительно, об игре Infiltrator я не знал ничего, а тут теперь знаю, что такая существует. Это прям действительно интересно. Еще моя коллекция пополнилась вот такой игрой. Это Watch Dogs Legion для Xbox One. Я на эту консоль игры собираю, и у меня уже даже образовалась очень неплохая такая коллекция. И я всегда рад новым для нее экземплярам. В саму серию Watch Dogs я ни разу не играл, честно говоря, и не уверен, что поиграю в обозримом будущем. Все-таки есть серии для меня более приоритетные, но это не значит, что меня не радует наличие в коллекции этих игр. Радует еще как. Тем более на Xbox у нас в России собирать действительно трудно, дисков мало, и каждый новый экземпляр – это для меня небольшой праздник. Эту игру я получил от Петра, который очень часто приходит на разные мероприятия, и вообще разными-разными способами поддерживает своим присутствием, прежде всего, донатами на стримах, подарками. Всем, всем просто, самое главное, добрыми словами. И я всегда очень рад его видеть, не только его, но и его сына, потому что часто они приходят вдвоем. И мы живем, на самом деле, неподалеку друг от друга, как оказалось, и я так, ну, по-доброму, я надеюсь, они не обижаются на меня, называя их «Соседи-медведи». Вот. Ну, есть такой мультик, да, диснейский, мне просто как-то так это созвучно. Вот. Поэтому, «Соседи-медведи», спасибо вам огромное за вашу поддержку. Все время очень теплое общение, получается, когда мы увидимся. Спасибо, в общем-то, огромное за все огромнейший вам привет. Ну, и самую большую карабень я получил в подарок от нашего уже родного господина, Руслана Крайнова. Руслан, если что, у нас является не только нашим таким засегдатаем, но еще он модератор на наших стримах, и еще он администратор в чате в Телеграме, и человек, без участия которого уже, наверное, не обходится ни одна вместо распаковки, и этот выпуск не исключение. Он подарил вот такое бешеное издание игры Mad Dog McCree. Можно сказать, бешеное издание бешеного пса. Это версия игры для Philips CDI, и у меня до этого вообще не было ни одной игры для этой консоли, и вот, считайте, за этот выпуск у меня открылись уже две ветки коллекции. Это Sega Saturn и Philips CDI. И тут, смотрите, кроме того, что есть, разумеется, в комплекте сам диск с игрой Mad Dog McCree, тут есть еще и инструкция, где сказано, как все подключается, и, собственно, то, что и нужно подключать. Вот такой пистолет, который называется Peacekeeper, что, наверное, можно перевести как миротворец, ну, или, если точнее переводить, то, наверное, хранитель мира. И это вот такой довольно большой пластиковый револьвер, внешне очень напоминающий револьверы марки Colt, из которого при наличии у вас Philips CDI, разумеется, вы и можете стрелять во всяких злодеев Дикого Запада в одну из самых известных игр, использующих полноценное видеоизображение в качестве игровой графики. Для меня Mad Dog игра, безусловно, культовая, и любые ее борты, и любые экземпляры этой игры в коллекцию всегда меня невероятно радуют. И тут вот такой пистолет, и сама игра, и, главное, сама коробка. Просто гляньте на эту монументальность. Такую вещь надо в музей выставлять, настолько эффектно она выглядит. Лицевой арт невероятно. С обратной стороны тоже все выполнено крайне стильно, хоть в рамку все это дело запаковывай и на стенку вешай. Красота. Спасибо, Руслан. И на этом, наверное, мне остается вам только напомнить, что все ютубовские ритуалы до сих пор работают. Если это видео вам понравилось, вы знаете, что делать. Комментарии, лайки, все это до сих пор действует. Еще раз напомню, что есть Boost-страничка. И там, кстати, если мы наберем 99 спонсоров, как только мы наберем 99 спонсоров любого уровня, на канале возродится рубрика «Интересная PS3». И я сниму не два выпуска, как планировал ранее, чтобы закончить этот цикл, а три как минимум. А может и больше. Но как минимум три выпуска. Но будет это после того, как мы наберем 99 спонсоров любого уровня на Boost-е. Действительно, мне ваша поддержка очень необходима. И я всегда очень благодарен всем, кто меня поддерживает. Спасибо вам большое. Спасибо, что вы есть. И спасибо, что посмотрели это видео. Обязательно увидимся скоро вновь. На этом все. Пока. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok